Даугапилский ледовый дворец, в который месяц назад произошла вспышка коронавируса, в настоящий момент открыт для свободного публичного катания и тренировок хоккейного клуба Динамбурга с соблюдением всех правил кабинета министров и распоряжения городской думы. Все спортивные занятия для воспитанников спортшкол отменены, максимум на льду может находиться не более 30 человек. Спортсменные работники ледового дворца вышли из карантина две недели назад, пройдя обследование и получив отрицательный результат на COVID-19. Этот карантин коснулся не только тех, кто регулярно пользуется и работает в ледовой арене, но и представители других спортивных дисциплин, а также сотрудников управления спорта. Перед завершением карантина в ледовом дворце прошла полная дезинфекция всех помещений, включая тренажерный зал и подвал. Сейчас, во избежание скопления людей, заявка на свободное катание ведется по предварительной записи по телефону. При входе в ледовый дворец, что разрешено только в маске, у каждого проверяется температура. На спортивную арену ледовую могут выходить любой житель города Даугапаса. Единственное ограничение это то, что во время катания у нас действуют тоже ограничения по поводу количества людей, которые могут одновременно находиться на ледовой площадке. Это 30 человек, поэтому просим заблаговременно или звонить нам по телефону, заказывать билеты, или же приходить заранее до начала сеанса и покупать этот билет. Возможностью свободного катания пользуются и спортсмены, и просто любители. Тренировки команды ХК Диннабурга проходят каждый день. 31 октября в 5 часов вечера должна состояться домашняя игра с командой ХК Лаепая. Места для зрителей на эту и другие игры высшей лиги персонализированы и распределены в шахматном порядке. Фанаты нашего хоккея, они есть, были и будут, надеюсь, в дальнейшем. Единственное условие, нам сейчас приходится соблюдать все меры, скажем, правила, которые установило наше правительство. Все те, кто хочет прийти и посмотреть игру своей любимой команды, они заблаговременно приходят в Ледовый дворец. Отмечается на схеме расположения зрителей, где он будет сидеть. С этим местом он подходит в кассе, получает свой билетик, в котором указывается номер его телефона, кто это сидел. И согласно купленному билету он занимает свое посадочное место. Управление спорта внимательно следит за актуальной ситуацией и постановлениями правительства об ограничении распространения коронавируса. Также поддерживаются контакты с другими ледовыми дворцами. Если управление спорта посчитает необходимым, то решение о закрытии любой из спортивных баз будет принято в оперативном порядке. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагубинской городской думы.